Игнат Тихонович. Добрый день. Кое-как добежал бегом, бегом, бегом. Я их оставил в степи, а сам побежал не по той дороге, которая такая, она накалилась. Я думал, по сковородке ногами шлёпаю. Всё понятно, понятно. Ну, они сами опоздали, они в 9.30, никого не было, я написал, и поэтому я говорю, что... Мы застряли, застряли. Там перепахали поле, где мы думали вернуться. Я всё подгадывал с избытком, а тут как отрезало. Всё, всё, сейчас их добавим. Ну, давайте их. В общем, правила такие договорились. По пять минут говорим. Хорошо. Пять минут, отсечка. Всё, пять минут, отсечка. Мне тоже иногда слово отдавайте, я тоже буду. Ну, так давай, говори, поднимай руку, сам руководи. Ага. Ну, и этот... Ну, и когда после каждого заканчивания должен человек сказать, мы всё закончили или не всё. Да. Вот, допустим, он сказал, если у него всё закончилось, то дальше, после того, как второй начал говорить, он уже не может говорить. Он сказал, у меня всё закончилось. Да. Больше аргументов никаких нет. Именно так всегда мы устраивали вопросы о диспутах, как называют. Да, то есть, а когда... Так, он говорит, у меня не закончено. То есть, тогда уже в следующий раз будет дальше опять. Так, сейчас я добавлю. Так, сейчас я с ним... Так, 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 так... Так, так, так. Так, так, так. сейчас прям буквально технические момента, Данил включи это какого, запись с экрана да, они уже все на связь вышли, сейчас мы просто записи экрана сделаем, чтобы как-то на видео записали приветствую вас, мы адвентисты седьмого дня, Яков и Никита, давайте будем вести этот диалог цивилизованно поскольку мы и вы христиане, христианам подобает вести разговор уважительной тони, не прибегая к оскорблениям и уважениям тема бессмертия души, как мы и договаривались, сделаем по 5 минут, вы или мы говорим и потом можно по 3-5 минут вопросы друг другу, и потом 3 минуты каждому заключающее слово нет, здесь немножко я добавлю, что, ну то есть по 5 минут мы говорим, то есть это не один раз да, как бы много раз, и после каждой 5 минут, та страна, которая говорит, она должна сказать у него закончилось все или нет, то есть если у него еще что-то есть, то он говорит у меня еще есть, и в следующий раз после, когда оппонент скажет, он опять 5 минут говорит а если все закончилось, он говорит, все закончилось и тогда вторая страна выговаривает все, что у них осталось а при этом та уже не может ничего сказать, у нее все закончилось а потом уже, да, заключительные там 3 минуты, это да то есть если не успел первый раз за 5 минут рассказывать, он будет иметь возможность после того, что другой скажет свое он будет иметь возможность говорить, мы никому не отнимаем это право нет, да, 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 чтобы заранее как бы предупреждать, что еще там будет, еще или все, больше ничего нету да, пока мы устанем, может быть, и скажем это давайте другой раз при другой встрече да, ну вот так вот ну и никто нарушает правила, ну имеется ввиду нарочно, да, то есть не случайно там бывает микрофон что-нибудь тогда тот человек выключается, ну то есть это прерываемый на этом, без нарушений ну да-да-да, давайте, давайте, так да, кто будет первым говорить ну давайте, раз вы на нас вышли, вы и говорите первые и я этот, опять, кто, кто, то есть время засекает то давайте, может быть, или ты засекай, или вы засекаете кто-то то есть рука будет, если меня видно, я буду руку поднимать, когда время закончилось то есть не все, прерывается на слове сразу же, ну надо прерывать хорошо, хорошо все, сейчас, сейчас, сейчас я подниму, это значит начнется, я сейчас настрою да так а можно еще такой вопрос, в начале, еще до этого вы представляете кого, какую церковь? мы православные христиане, православная церковь, русская православная церковь но вы в союзе с Кириллом или вы? в союзе, мы исповедуемся, причащаемся в союзе мы в союзе я непосредственно вхожу в московский патриархат Игнатий Тихонович, у них крестовозвиженская община митрополиты московской патриархии приезжают их причащают, то есть служат богослужению то есть находятся в евхаристическом и в общении, в общем понятно, понятно, да просто чтобы знать, с кем мы имеем дело кого вы представляете, да то есть мы церковь адвентистов седьмого дня значит, нас примерно около 20 миллионов церкви да и мы распространены по всему лицу земли во всех почти 212 странах мира ну и вот и в России в том числе ну хорошо, это такой для информации тогда Никита, ну ты рассказал про Игнатия Тихоновича, да? а вас, кстати, вас как зовут еще раз, повторите, пожалуйста, по отчеству Яков Петрович Яков Петрович сейчас Яков Петрович сколько лет Игнатию Тихоновичу? сейчас 83 хорошо, хорошо, еще крепкий, да? я вам здоровье не подводит погромче, пожалуйста, говорите Я... 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 Игнатий Тихонович ни одного слова не понятно плохо тянется слышно меня? да-да, интернет что-то плохо не слышно было? ни одного слова не понятно не слышно, может быть, он не слышит нет-нет, у нас тоже не слышно не слышно проверьте, интернет не видно, вот его нас слышно вообще, или нет? как интернет, что-то проверь очень прививисто, то есть буквально пару слов и все прерывается опять ну не слышно, в общем, пока сейчас надо, чтобы наладилось ну что, наладилось? слышно сейчас, нет? вот сейчас слышно, да сейчас слышно, да если если вдруг не слышно то, может быть, вы руку поднимите или что-то дайте знать да-да-да, я буду, если не слышно я подниму руку сразу же или мы вам скажем, что мы не слышим вас хорошо хорошо а вас не видно, Вячеслав? вас не видно сейчас а сейчас видно? нет ну, я уже включил видимо, у вас пока интернет слабый потому что мы с Игнатием Тихоновичем другу хорошо видим, слышим ладно, ну давайте не столь важный видимость, да как бы, вон и диалог потому что, нет, это вы не видите это значит, что у вас интернет слабый сейчас ну, может быть мы просто, как бы, на природе находимся в доме нет, почему на природе? мы в доме в деревне, в доме здесь, как бы, хорошая, как бы, связь вот сейчас даже ваша картинка остановилась вот сейчас опять пошла пошла, да? ну, ладно, тогда можешь окно открыть? не, открыто окно вот сейчас, вот сейчас нормально ну, все, давайте тогда тянуть не будем хорошо 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 ну, вот давайте мы начнем с того 1 ничего не слышно ничего не слышно, нет ничего не слышно да, да, да Вячеслав мне их учение очень хорошо известно ко мне они приходили я посещал их собрания если связь не тянет нужно просчитать и объяснить 8 мест писания сейчас слышно? уже картинка остановилась и прерывисто то есть раз, раз, отрывки только слов слышно а сейчас? сейчас слышно, нет? вот сейчас голос слышно все хорошо ну, хорошо давайте если не слышно то вы скажите да, хорошо значит, мы адвентисты мы стараемся идти все по Библии как написано в Слове Божьем и мы верим словам которые Господь сказал в самом начале что в день которого вы вкуситесь этого дерева смертью умрете но мы знаем что почти что все христианские динаминации или большинство из них и ислам и языческие религии они верят в бессмертие души что душа якобы со дня смерти она где-то живет где-то обитает она сознательная и так дальше мы в этой теории не верим и у нас есть как бы библейское основание чтобы именно так верить или так понимать да конечно что есть дьявол который с самого начала он сказал что нет вы не умрете вы будете как боги и этой теории как бы верят многие христиане что со дня смерти фактически душа отрывается от тела якобы она где-то жива она сознательна и где-то обитает да но библия прямо говорит возмездие за грех смерть и библия не подтверждает что где-то душа отрывается от тела и она сознательна и где-то где-то живет вот даже когда написано когда мы читаем слова из евангелия от иоанна 3 глава 16 стиха где написано ибо это есть ибо так возлюбил бог мир что отдал сына своего единородного дабы всякий верующий в него не погиб но имел жизнь вечную если человек со дня смерти он вообще-то не умирает а он где-то живет какими-то там формами жизни то о какой как о какой там погибли идет речь значит человек вообще не погибает значит он вообще имеет эту рубашку бессмертие и на что ему надеется еще но мы вот когда читаем послание апостола Павла к римлянам 2 глава 7 стихе вот давайте прочитаем этот стих то апостол Павел он говорит о нас верующих вот смотрите что что он говорит он говорит тем которые постоянством в добром деле постоянством в добром деле ищут славы чести и бессмертия жизнь вечную то есть если бы мы имели душу как бы бессмертную то зачем нам искать еще бессмертия и апостол Павел в послании к Тимофею он говорит единый имеющий бессмертие который живет не в плоти человеческой то есть имеется ввиду Бог он единственный кто имеет вот это бессмертие и мы верим что это бессмертие мы получим при втором пришествии Иисуса Христа на нашей земле а так нету ни одного человека бессмертного и мы именно являемся теми которые ищем славу чести и бессмертия жизнь вечную это при втором пришествии Иисуса Христа да вот это позиция которой мы придерживаемся именно адвентисты седьмого дня ну конечно что есть еще вот к примеру свидетели Ягова они говорят что значит мы эту теорию восприняли от адвентистов нам показало что она очень как бы аргументирована и они я знаю что они еще признают что душа смертная а остальные все что мусульмане что язычники что христиане даже христиане протестанты они верят от бессмертия души но мы этого не признаем на основании Библии мы верим что при втором пришествии Иисуса Христа когда он возвратится во второй раз скажите когда пять минут дурит то будет воскресенье мертвых и мы знаем что христиане и даже и православные многие потеряли веру в воскресенье в физическом воскресенье мертвых и они как бы утешают себя надеждой что якобы после смерти значит не обирает да пожалуйста все Игнатих ваше время да с самого начала как начали говорить мы церковь адвентисты седьмого дня Господь основал церковь 16 глава 18 стих Евангелие от Матфея я создам церковь мою не церкви церковь мою он ее создал в день пятидесятницы и в доме Корнили вторая часть и остальное что после это не церковь это последователи 16 главы чисел Дафана Вероны Кореи решившиеся отделиться 1841 году там Ульям Миллер Елена Уайт это они все это принесли учение бессмертная душа смертная а почему смертная я очень хорошо их знаю давно провозгласив субботу неизменным непереходящим воскресенье они поневоле стали отрицать сошествие Христа в преисподнюю преисподнюю стали называть только свою землю вот это а раз нету значит тогда и душу не надо то есть все это суббота за собой потянуло я очень много этим занимался и вот вы сейчас прочитали Римлян 2.7 прочитай пожалуйста Вячеслав это будет во время входить в мое Римлян 2.7 так читаю тем которые постоянством в добром деле ищут славы чести и бессмерти жизнь вечную ну так жизнь вечная что тело только вечное без души а Господь сотворил человека по своему образу и подобии далее первое коринфянам 15.53 ибо тленному надлежит облечье внетленное и смертному сему облечье в бессмертие ну значит тленное тело облечется а тело без духа мертво тело идет в землю а дух Бога который дал как написано у Клисиаста 1 Тимофея 6.16 единый имеющий бессмертие который обитает в неприступном свете которого никто из человеков не видел и видеть не может ему честь и держава вечная аминь вот единый бессмертный по образу своему такое же и творение сотворено тело без духа мертво это определенная щетка Матфея 25.46 и пойдут сии в муку вечную а праведники в жизнь вечную если признают жизнь вечную то муку вечную куда девать будут одно предложение значит мука вечная что мучается тело тело без духа мертвое душа его вышла и человек умер почему павел говорит душа его в нем когда юноша и в тих упал душа в нем а если нет значит разговор окончен он умер еще 1 иоанна 2.25 обетование которое он обещал нам есть жизнь вечная вот так 2.25 просчитал 1 иоанна 1 иоанна 2.25 и 5.11 свидетельство сие состоит в том что бог даровал нам жизнь вечную и сия жизнь в сыне его ну понятно и еще прочитайте откровение 14.10.11 тот будет пить вино ярости божией вино цельное приготовленное в чаши гнева его и будет мучим в огне и сере перед святыми ангелами и перед агнцем и дым мучений их будет восходить во веки веков и не будет иметь покоя ни днем ни ночью поклоняющийся зверю и образу его и принимающий начертание имени его вот так адвентисты говорят берут из малахии как солома сгорает и так ничего не будет нет вечное мучение и чтобы не было никаких разговоров на эту тему апостол Иоанн добавляет день и ночь во веки веков тело с душой а что отдельно душа у человека мы считаем 6 глава 9 стих откровения 5 печать прочитайте 6-9 И когда он снял пятую печать и я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие и за свидетельство которое они имели и возопили они громким голосом говоря доколе владыка святые истины и не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу закончилось время увидел не убиенных а душ убиенных Игнатий 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 закончилось все хорошо значит так как я понял и так как учат и православная церковь и другие церкви значит они верят в бессмертие души и в вечное мучение и в вечное мучение что человек за 70 пусть 70 80 лет греховной жизни они будут вечно мучиться значит очень важно понимать характер Бога Бог говорит вот в Евангелии написано 1 Иоанна 4 глава 8 стих написано что кто не любит тот не познал Бога потому что Бог есть любовь во первых и может Бог который Бог есть любовь взять человек жарить его кипятить его лежать его на костре в течении миллионов миллиардов лет за то что он жил греховной жизнью вот представьте себе что ваша мама она просто не верила в Бога она не делала никого не убивала никого не крала ничего просто она была под атеистической как бы под атеистическим влиянием она не верила в Бога верила коммунистам или атеистам и вот она должна будет кипеть всю вечность и ваш сын может быть или ваша дочь которые допустим не верили в Бога они будут кипеть и через миллион лет скажут господи может быть хватит столько меня жарить нет нет ты должен еще кипеть и жариться там да мы считаем что это дьявольская теория и она не соответствует Библии потому что Библия говорит что возмездие вот и Римлянам 6 глава 23 стих написано возмездие за грех смерть но не вечное мучение если допустим человек как учит православная церковь после смерти он идет в рай или в ад по что происходит Библия говорит что Бог назначил день когда он будет правильно судить всю вселенную что это означает и апостол Павел говорит что суд он должен начаться с дома Божьего это все в будущем но получается тогда в чем смысл этого суда если допустим Каин убил Авеля то по православному как бы верованию он ушел сразу в ад Авель был праведный перед Богом Библия называет его он пошел в рай Иллиглона Авраамова так что получается пройдя пять-шесть тысяч после этого Бог должен выводить Авеля из рая и судить Акайна он должен вывести из ада и судить его а зачем его судить если он и так осужден и что касается праведника вот давайте читаем послание к евреям 11 глава эта глава говорит о героях вверх и Библия говорит такие такие слова вот читаем 36 стиха другие испытали поругания и побои а также вузы и темницу были побиваемы камнями как Стефану допустим перепиливаемые подвергаемые умирали от меча скитались в милотях и в хозьих кожах терпя недостатки скорби озлобления те которые весь мир не был достоин скитались по пустыням и горам по пещерам и ущельям земли и все сии засвидетельствованные вере не получили обещанного если эти люди и сразу ему отрезали голову Иоанну Христителю он подает допустим в рай или Авеля убил Каин он подает в рай то он получил грамм а Библия говорит что все эти люди которые пострадали за веру никто из них не получил ожидания почему потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее дабы они без нас не достигли совершенства то есть Бог не занимается вот этим что он только человек умер он стоит готовым с венцом который возлагает на его голову а как его возложить на его голову потому что он находится в могиле и значит Бог даст эту награду всем вместе видимо у него у Бога будет такое торжество когда он возложит венцы на голову всех искупленных одновременно и сам апостол Павел он говорит что все да время да Игнать Тихоныч ваше время хорошо вот видите как доказательство не писание а как я думаю зачем что Слово Божие не допускает рассуждения вопреки Слово Божие если в одном месте говорится муки вечные а чтобы теперь это опровергнуть мы думаем а как Бог будет смотреть Бог любовь Бог есть любовь и Он потопил мир Бог есть любовь и пойдут в муку вечную написано нам переигрывают слова Божие опасно зачем Господь говорит все я с вами во все дни до скончания века с кем церкови не с еретиками и церковь по другому никогда не понимала что то что имеет законную хиротонию православие католицизм который администы седьмого дня считают антихристом папу Григориана Армянска Копска и Сирска все вот пять пять веток единого ствола все остальное ереси которые прикрыли словами деноминации конфессии я еще раз говорю что Христос сказал 16 18 Матпея врата ада не одолеют ее церковь не одолеют а что такое врата ада это еретики безбожники коммунисты фашисты не одолеют зачем нужно было основывать какую-то ересь и называть ее церковью вопреки Слово Божие Христос ее основал в первом веке 34 год от Рождества Христова и вдруг 1800 лет не было никто не знал этого учения и сегодня надмиваются а мы церковь в одной Америке только 21 тысяча разных названий еретиков и все считают себя церковью как это может быть одна церковь где есть рукоположение а где этого нету там ничего и нету обман зачем протестовать против того что Бог сказал а может вещность будет другая не знаем но писание определенное четкое говорит я попрошу еще раз Вячеслава прочитать Матфея 25 46 и пойдут и в муку вечную а праведники в жизнь вечную и откровение 14 10 11 еще раз прочитай ну прочитали я попрошу не перебивай пожалуйста прочитайте 14 глава 10 11 истих апокалипсис тот будет пить вино ярости божий вино цельное приготовленное в чаше гнева его и будет мучим в огне и в сере перед святыми ангелами и перед агнцем и дым мучений их будет восходить во веки веков и не будет иметь покоя ни днем ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертания имени его отрицать это могут только явные богохульники безбожники господь говорит небо и земля прейдут не единое иота не исчезнет не единое господь говорит через Иеремию я бодрствую над словом моим и никуда душа не делась и дух его вышел как и дух его вышел с Христа и где он духом был в преисподней об этом мы считаем 3.21 1 Петра 4.6 просчитай 1 Петра 4.6 которые все эритики начиная с адвентистов отрицают 1 Петра 4.6 ибо для того и мертвым было благовествуемо чтобы они подвергшись суду по человеку плотью жили по Богу духом духом значит они были наказаны впереди говорится 3 главе что во время потопа когда были стоял вопрос а как те люди люди погибли речь идет о душах бессмертных которым Христос сойдя духом своим телом он был на кресте телом своим он был в пещере а духом был на престоле с Отцом Небесным во Святой Троице и в преисподних местах проповедовал это отрицать нельзя значит это все вычеркивать надо поэтому разговор на эту тему закончен тут явно что люди не признают слово Божие и выдумки разные зачем нам Бога гневить такими разговорами и так душу увидел под жертвенником прочитай еще 6-9 откровения и когда он снял пятую печать я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие и за свидетельство которое они имели и воззапели они громким голосом говоря да коли владыка святый и истинный не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу то есть они знают что происходит на земле знаю поэтому молитва к умершим есть то есть к душам их здесь определенная еще вот как говорит не убиенные а души убиенных принадлежавшие некогда убитым как это можно отрисать и не умерли они никуда закончилось время хорошо я вот сперва хотел бы чтобы мы придерживались того регламента который мы говорили мы не оскорбили вас не оскорбили православных но я слышу ноту о том что мы еретики что мы такие нехорошие люди что только вы истинная церковь и только вы имеете все божьи благословения это не совсем так что касается вот жизни вечной и мучения вечного то вот эти стихи которые вы говорите мы считаем что вы неправильно их интерпретируете вот к примеру Бог наказал двух городов Содом и Гамора и в Библии написано вот так Юда первая глава 7 стих написано так как Содом и Гамора и окрестные города подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотью подверглись казни огня вечного огня вечного поставлены в пример да значит если задать вопрос сейчас Содом и Гамора горит или не горит конечно что не горит сейчас образовалась там мертвое море даже они нашли эти два города на дно мертвого моря и Библия говорит что вот они говорится слово вечное то не говорится о том что жизнь будет вверя в огне а в действии огня будут вечными поэтому в Библии не напишут что будет жизнь вечная в муках а Библия прямо говорит возне плата или или к примеру вот если мы читаем книги пророка Еремии Еремии последний стих Бог обращается через пророка Еремии к людей да и он говорит им что если вы будете соблюдать там день субботний то через эти ворота войдут князя цари войдут в этом городе он будет стоять вечно но если вы отступите не будете нарушать там день субботний да то значит что что произойдет я сейчас не говорю о том нужно ли соблюдать субботу или не нужно соблюдать это может отдельный разговор но это другой другой смотрите что написано а если не послушайте 27 стих 17 главы а если не послушайте меня в том чтобы светить день субботний и не носить нож входя в ворота Иерусалима в день субботний то я возжгу огонь ворота от его и он тьет Иерусалима и не погаснет но задается вопрос евреи все-таки людей не были верны Богу и Богу пришлось именно поджечь и ворота и этот город и храм разрушить и все их увезти и этот город вообще был в запустении 70 лет и тысячи лет почти что но задается вопрос горит сейчас ворота так что из исхода 12-24 в книге исход сказано что пасху надо соблюдать навеки однако известно что она была упразднена на кресте это мы узнаем в евреях 9-24-26 то есть понимаете так что вот слово вечное это нужно понимать правильно в контексте библии и когда говорится о душах убиенных за слово божие там написано что и кровь авеля она взывает к богу да то во первых книга откровений это книга как бы символов это нереальная да ее нужно понимать и в контексте пророческой книги вот к примеру мы читаем что коры будут рукоплясать да или когда Христос говорит что я пасторя бувовцы так мы это не понимаем в буквальном смысле мы не становимся на четырех лапах и начинаем кушать траву потому что сказал бувовцы да вот еще 1-23-13 а Ром и его сыновья должны были навеки совершать курение и иметь вечное священство однако это священство и курение были упражнены на кресте и время 7-11-14 все хорошо время да так Вячеслав я попрошу это к этому делу подойти серьезно я дважды трижды одно и то же говорю и ноль внимания на это как будто этих мест толкования какие-то толкования еретические ну давай открой к титу 3-10-11 просчитай четко ясно послание апостол а какое оскорбление когда еретики как же их назвать церковь откуда они взялись потихоньку потихоньку не надо не надо Вячеслав Вячеслав себя осужден если Христос сказал во все дни до скончания века а в церкви я говорил что католики православные григория аромян копты сирийцы идут с первого века то Христа не было тогда он во все дни как бы он сирий еретиками был я ему говорю он еще не слышит сейчас это новое через спустя 1800 лет 41 года еретики новые души нету а души нет на этом не остановились и ада нету ада нету и мучения нету все дверь открыта в ад они понимают как рассуждают я привожу одно и то же место что души вопиют и они знают что на земле он ноль внимания даже во внимание не берет он берет какой стих первый просчитал 2.7 я его сразу сказал просчитать любой стих в несовершенность что говорю как будто в обстенку горох вы еще раз третий раз просчитай откровение 14.10.11 третий раз считаем и попрошу отвечать конкретно так и так после этого к Петру для того мертвым было благовествуемо не в могиле же это было и дым мучений будет восходить и тот будет пить вино ярости божьей вино цельное приготовлено в чаши гнева и будет мучим в огне и сере перед святыми ангелами и перед агонцем и дым мучений будет восходить во веки веков и не будет иметь покоя ни днем ни ночью поклоняющийся зверю и образу его и принимающий начертание имени его тут все четно и ясно не надо толковать когда читали мы Матфея муку вечную и жизнь вечную одно предложение жизнь вечную понимает вечную а вечная мука да одно и то же предложение что ж кощунствовать над словом божьим вот эта ересь даже у язычников этого не было это хуже язычников они начинают говорить что вот язычники сказали а я знаю откуда это происходит отвергши душу вообще ад отвергли ради того чтобы суббота стояла на месте а суббота указала на воскресенье и поэтому дальше какой разговор одно и то же я долблю и ноль внимания пусть они ответят на эти вопросы кто сходил в преисподнюю и благовестовал мертвым конкретно потому что и Христос чтобы принести нас к Богу однажды пострадал за грехи наши праведник за неправедных быв умиршлен по плоти но ожив духом которым он находявшимся в темнице духом сойдет проповедал вот пусть ответят какие духи куда он сошел они совершенно не по теме говорят так не делается вначале первое до единого слова вы должны ответить вы места какие говорите о Содоме так эта мука которая здесь огонь постигла она перешла в вечность а если душу отрицаете вам все зависло у меня адвентисты очень близкие люди постоянно приходили к нам я посещал собрания считал книги Елену Уайт я знаю о чем говорю притом доказательств никаких нету что нет души этого не было в церкви а если такое учение было оно ложное по вашим мнениям тогда Христос как мог все одни с церковью быть то с еретиками был ждал Елену Уайт когда она родится это никакое не оскорбление потому что дела плоти известны блуд убийство ереси об этом апостол Павел говорит первом послании коринфянам ереси это не оскорбление это название есть истина и есть ересь а остальное динаминации конфессии это дьявол придумал прикрыть чтобы эти еретические измышления вот конкретно сейчас ответьте по вопросу который я говорил кто сходил в преисподнюю вот так беседа ведется вот пожалуйста если ответит беседа будет продолжаться если нету тогда еще толочь то он говорит совершенно не по делу пожалуйста все закончилось да хорошо хорошо значит я буду говорить да если мы изучаем историю то мы видим во что верили древние язычники древние язычники поскольку верили что или и дала поклонники поскольку они верили что душа бессмертная то когда хоронили египетских фараонов они хоронили и пшеницу и золото и одежду и оружие и иногда хоронили живых рабов и жён хоронили чтобы он имел на тот свет вот все 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 эти блага и вот когда пошли первые миссионеры в Англии проповедовать христианство среди этих индусов они увидели как люди собрались в центре селения привели женщину связали положили на дрова и сожгли её живьё они дали вопрос в чём дело почему вы это делаете они говорили ну вот её муж умер и мы должны её послать к мужу своему да и они миссионеры пришли в ужасе от этого и пошли в Англии рассказали королю Англии поскольку они были колонией Англии и король запретил под угрозой смерти вот всё вся эта практика язычников и золопоконников что касается вот что происходит с человеком после смерти то слово Божье прямо говорит вот Экклезиаст 9 глава 5 стих написано так живые знают что умрут а мёртвые ничего не знают и уже нет им воздаяния потому что и память о них предана забвению и любовь и ненависть и ревность их уже исчезли и иметь тем более счастье в обеке не в чём что делается под солнцем а вот там в отставе и как бы души эти они имеют ненависть к своим убийцам их и требуют джек отомщения а вот в 10 стихе написано так всё что может рука твоя делать по силам делай потому что в могиле куда ты пойдёшь нет ни работы ни размышления ни знания ни мудрости да все эти функции головного мозга и сознание человека после смерти они прекращаются согласно Слову Божьему это не вас и это Слово Божье и поэтому человек ждёт ждёт время когда он будет воскрешён при втором пришествии Иисуса Христа проставит иметь воскресенье суток они не чисто и спустя тысячи лет они воскреснут для того чтобы для своего наказания Слово допустим ад которое переведено в русском языке это от еврейского слова шевол что означает в переводе буквально могила и что касается Иисуса Христа Иисуса Христа то написано что он не оставишь души моей в аду и не дашь то есть праведнику увидеть в книге вот даже что касается Давида то когда апостол Петр проповедует в день Пятидесятницы он прямо говорит что Давид не вознесся на небесах вторая глава а его могила до сих пор среди нас он не получил еще награду от Господа но по словам вашим то значит каждый праведник он в день смерти он получает награду и тогда весь смысл суда Божьего он потеряет всякий смысл он сразу после смерти он или направо или налево или рай или ва это дьявольская теория которая чернит Бога которая дьявол хочет свои качества жестокие приписывая Богу Бог есть где Бог время время даже значит в послании в книге пророка Иеремии что время 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 может ли женщина забыть подними руку он не слышит и не видит но если она что-то у меня не видно то я никогда не забуду тебя потому что я на планях вот эта смерть страшная на кресте который наш спаситель принес ради спасения человечества это бесполезно все не является монстром чтобы он сжигал грешников время время на этом костре кто ходил приисподнюю конкретный ответ вы не слышите что время все уже вы не вы не вы не вы не будут время тратить кто сходил приисподнюю они вопрос такой совсем оно не успело вам долго дошло минуту уже время вы вы сейчас слышите у вас интернетом что-то плохо сейчас не вы говорите я я уже минуту говорю и ничего не слышно вы как будто не слышали мы видим вас вы сейчас меня видите и слышите так повторите видите и слышите меня они не слышат звук пропал звук пропал говорите говорите мы вас слышим слышите еще слышите точно слышите да повторите нет так не пойдет видите минуту где-то проходит перед тем как вы услышите нас я не говорю нет вы подтвердите что вы слышите мне подтверждение нужно ну нет они не слышат ну тут бессмысленно тогда так продолжать интернет плохой у вас к сожалению игнотик меня слышно очень хорошо слышу каждое слово слышу то есть мы с вами хорошо у нас значит интернет работает это не случайно все это же господь руководит они ни на одно слово не отвечают он начало египетской пирамиды там что такую зачем мне это нужно то есть у них ничего нету написано хочешь узнать считай 14 главу пророка Исаии когда ясно говорит что еретика после первого второго разумления отвращайся то есть грешить не надо больше с ними никакой встречи не может быть он самоосужден для них антихрист придет это папа римский такая зацикленность настолько темно все толкование надуманное это главное все что касается тела относит к душе а что относится к душе то относит к телу все перевернуто все места которые писания которые экклезиас написано что он уже не может не имеет ненависти и они уже исчезли это касается телах в теле человек уже не имеет ничего этого и поэтому он говорит и он уже не имеет чести в том что делается под солнцем под солнцем то есть здесь на земле он умер и под солнцем он уже это не делает а душой он пребывает душой либо при сподней месте в аду либо в раю Как и сказал Господь, разбойник, он говорит, ныне же будешь со мною в раю. Я хотел бы спросить еще, на горе преображения, откуда взялся Моисей? Моисей давно умер. Откуда пришел со Христом? Где он, если его не существует души? Они на один вопрос не отвечают. Он что попал, огородит, внесет и совершенно не знает Писание. 22-29 Матфея, говорит, заблуждает, то есть не знает Писание, не силы Божией. Они не знают Писание, все извращение одни. Я говорю, что и в оседние до скончания века, если Христос это обещал, а в ней было бы заблуждение такое, что есть душа, как бы он пребывал-то с этой церковью-то? А в ней нет, говорит, порока никакого, церковь чистая, не порочна. Они ни на что не смотрят. Это вот в башку какая-то, мужик, чтобы их втемяшиться, в башку какая блажь. Коломой оттуда не выбежь, упирается, всяк на своем стоит. Совершенно не знает Писание. И главное, в самом Писании, во времена апостолов, были саддукеи, как раз таки, которые написано, не верили. Между фуристиями были саддукеи, которые не верили ни в воскресение, ни ангела, ни духа. То есть они так и считали, что духа нет. И Господь говорит, заблуждайтесь, не зная Писания, ни силы Божьей. И приводит пример. Я, говорит, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых. Если бы души патриархов умирали вместе с телами, то как бы Бог мог быть Богом живых? Он бы сказал, Христос сказал, был Богом Авраама, но он говорит, сейчас, настоящий момент, они у него живы. Бог есть Бог живых, а не мертвые. А это совершенно мертвые люди. Еретики, у них и название-то первое слово «Ад» начинается. Главное, евреям, 12 глава, 22 по 24 стих мы читаем. Но вы приступили к гору Сиону, к граду Бога Живава, к небесному Иерусалиму, к тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев. Это написано на небесах. И судью всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства. Духи праведников. Они никогда на этот вопрос не ответят. Никогда. Он будет говорить, что бабушка видела, дедушка слышал. Духи не к праведникам, достигшим, а души, которые, духи, принадлежали им когда-то. Всё, закончилось? Это бездушные еретики бездушные. Бептисти, то да. Но у них у адвентистов было, они признали вдруг ущение о Троице. А потом попятились назад, и сейчас некоторые признают ущение о Троице, а другие нет. Ну всё тогда. Всё. Так, а... Никита, Никита Яков Петрович, вы слышите сейчас? Я слышу. А я вас слышу. Очень слышу. Вы вас очень долго не слышали? Точнее, то, что никакой связи не было вообще. Не было ничего просто. Уже и время прошло, и когда вы говорили, я минуту где-то пытался остановить, не получалось никак. Здесь никакого разговора быть не может. Вы не верите. Но мы не верим. Я вас прямым словом. Импли. Так, Вячеслав... Всё, заканчивается. Больше не надо это. Это люди, которые отвлекают от служения Богу. Я понял, да. Просто абсолютно отхожу. Я отхожу. Благодарю. Больше не надо. Они не верующие люди совсем. Судуки душу не признают. Так, всё, отключай. Судуки душу не признают.